Друзья, мы безумно сильно благодарны вам за вашу активность под прошлыми видосами. А еще мы рады, что мы все еще можем публиковать наши ролики на ютубе, потому что пока его вроде не закрывают, но чуть случись что, вы прекрасно знаете, где нас искать. В нашем телеграм-канале. Сейчас там уже более 70 тысяч подписчиков, а как только будет 100 тысяч подписчиков, мы сразу же разыграем новый комплект формы Амкала. Такую сейчас нигде не достать. Ссылка в описании, подписывайтесь обязательно, там будут все новости выходить. Ну а какой следующий матч Амкала? Тут все очень просто. Мы едем играть в Казань против профессиональных хоккеистов, против одного из самых титулованных клубов в КХЛ, против Акбарса. Это будет большой шоу-матч в Казани, и на него можно попасть. Ссылки на билеты тоже есть внизу в описании. Обязательно покупайте, приходите на эту игру. Стоят они чисто символические 100 рублей, просто чтобы понимать, какое количество людей придет на трибуну. И если под этим роликом вы наберете 65 тысяч лайков максимально оперативно, вот прям за сутки-двое, то я обещаю, что эту игру мы сделаем прямую трансляцию. Те самые великие трансляции, которые вам так сильно заходили, мы готовы делать. И заанонсирую вам потом еще игру с «На спорте». Может быть, тоже ее трансляции. Короче, вы знаете, что делать. Обязательно подписывайтесь, если не подписаны, ставьте лайк. Погнали смотреть. Мы приехали. Реклама. Видишь, это Новосибирск. Выспались. Это новый выпуск. Прикинь, ты начинаешь новый выпуск. Всем привет, дорогие друзья. Мы приехали в Новосибирск. Будешь разрывать? На концерт к Филу Воронину. Ну и футбол тоже заедем. А что делать? Герман, Герман, позови Феликса! Ну что, мы приехали на вокзал. Мы готовы отправляться дальше, в Новосибирск. И сейчас происходит самое невероятное. Наш админ, Его, останется со всеми нахрен сумками бомбковцев. А все остальные разбегаются кто куда. Кто-то в Макдак, кто-то в магазин. Чтобы что сделать? Правильно, набрать журачки с собой в поезд. Сейчас приходим, и Егор заберется с бомжами за вещи. Это будет нереальное месиво. Выезжаем в Новосиб. Выезжаем в Красноярск. В Красноярске. В Красноярске самое пока лучшее, что было, это Филу-концерт. Красноярск оказался, как и все другие города, дружелюбный. Болели за нас, поддерживали, это самое главное. Ваня головой пизданули на поле, очень дружелюбно. Только открыл, уже палево. А я режимлю перед Новосибирском. Вон там в лужу, блядь. Рыбок быть может. 50, 250. Ты свежий. Смол, ты свежий. Ну что? Отлично. Я вообще сейчас. От чего? От обстановки в целом. И вообще, что происходило в эту ночь. Убивают во всех когда-нибудь. От машины, кружок, мы отошли, скажем. Когда вы приехали, здесь вообще люди такие злые. Куда вы меня толкаете? Брат, я просто иду, и в меня врезаются. И я вообще в ахуя, я не понимаю, что происходит. Нам сейчас автор заксу едут. О, нормально. Это я быстрее, я с мигалками доеху. Да, да, да. Сходи к нам. Мы же удивились, что у нас, блядь, полпоезда вышло. Сусловкой, ёпта. Сусловкой, ёпта. Всем привет, друзья. Мы в Новосибирске. Мы приехали сюда на поезде. Прямо сейчас мы отправляемся в отель, отсыпаться, приходить в себя. Никакой предыгровой сегодня не будет, потому что у нас уже игры просто каждый день практически. И какие предыгровые нахрен. А как докажешь, что ты в Новосибирске? А он, посмотри. А-а-а-а! Что происходит в любом отеле, когда приезжают там кал? Все правильно, на ресепшене происходит вакханалия. Здравствуйте, значит, агентство пиздоболи и правда. Так. В теме не в Думске, собственно. Вопрос от нашего издания вашему. Как так получилось, чтобы мы с вами были в одном купе, и, получается, вы нас с Финидо просто бросили на вокзале. Это, наверное, не мы. Это вы нас бросили. А вот когда был вопрос... Нихуя! Что расскажешь про Новосибирск? Отель радует, город прекрасный, здесь не забивал, а в Красноярске не забивал. Получается, надо исправлять тут завтра. Ну, что-то надо делать. Все, договорились. Ну, а, кстати, неплохо, у вас есть синенькие вообще. Синенькие? Ну, что, отправляемся на игру. Будем надеяться, что сегодня будет разъеб. Надеюсь, не нас. 3-1 сегодня. Проебем? Ваня! С каким счетом проиграем? 2-0 в игры. У меня за стеной кто-то трахался. И, короче, Саша говорит, а у тебя вроде клен в соседях. И реклама отеля. Сука, а что мы об этом вчера сказали? Бля, там мужик стонал. Там, короче, девчонки хохотали, а стонал мужик такой. Прям здесь ему понравилось. Что, 0-0 мы уже забили. Я с радостью вам сообщу хорошие новости. Хорошие новости про просто сногсшибательные акции от нашего главного партнера Paribet. Огромное количество розыгрышей, подарков, конкурсы прогнозов и кучу эксклюзивного контента вы сможете найти по ссылке в телеграм-канале наших друзей Paribet. Чтобы ничего из этого не пропускать, обязательно подписывайтесь по ссылке, которую вы найдете внизу. Вы всегда должны помнить о том, что в сетке нашего легального партнера вы найдете футбол, хоккей, баскетбол, UFC, киберспорт и вообще огромное количество спортивных соревнований. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, поэтому никакого взятия ворот здесь не будет. Ну и Чужик сегодня точно не играет, потому что не играли. Надеюсь, что без серьезных травм там обойдется. Еще, кстати, с коленом проблема у Феликса и, скорее всего, он сегодня тоже без экипировки едет. Буду болеть за команду, смотреть вокафу. Надеюсь, выиграет. А как ты смотришь на то, что тебя нет сегодня в заявке на ночь? Это супер, это супер вообще. Особенно с учетом того, что там есть Егоров с крестообразной связкой, который, ну, типа, не может играть в футбол вообще. Как бы тебя представили, если бы ты был в заявке? Например, Млечный, он репер. Репер. И был бы бизнесмен. Инвалид уже, судя по количеству травм за последнее время. Евгений Спиряков, вот этот вот мальчик с ограниченными возможностями, которого мы взяли с собой по доброте душевной. Вот, он с нами ездит. Не знаю, как от него избавиться уже там 4 года, но живем в семье не без урода. Тянули они в состав. Я думаю, вы все видели смесь ветеранов и молодых игроков. Опять же, неизвестно, там, все они будут ветераны сразу разбавят или опять там молодежь добавит, сколько их будет. Но опять же, это ничего не значит. Это ничего не значит. Игроки недавно закончили, там, 3-4, 5-6 лет, может быть. То есть, может быть, их физически не будет хватать. Но еще раз говорю, мы уже в такие ситуации попадали и в Самаре, и в Екатеринбурге, и в Саранске, когда против нас играли Оленичев и Титов. Но вот мастерство никуда не пропадает. Одним ударом способны завершить. Поэтому все время предельная концентрация с первых до последних минут. Каждое действие выйти от простого на часть, чтобы почувствовать уверенность. Состав. Саня Ломенко начинает в воротах. Два центральных защитника. Стас Сычев, Олег Дрожук, Финита слева, Арсений Левшук. Троечка центральных полузащитников. Андрей Сипскана, Вася Маврин и Миша Прокоп. Справа Клен, слева Майк и впереди Леша Гасилин начинает. В таком стартовом составе мы начинаем игру. Все, ребятки, больше говорить ничего не будут. Самое главное, еще раз сказать, показать на то, что вы способны. А вы способны на многое. Переодеваемся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Первый раз такой, что не играем, просто непонятно, что делать Ребята разминаются, готовятся биться уже Надеюсь, что в Казани тоже будет солдат, чтобы мы не пожалели, постановились Так что ждите, покупайте билетики, мы придем Разминка, по идее, закончена, сейчас должен начаться матч Но мы решили отложить его минут на 15, потому что нам сказали, что в районе полутора тысяч зрителей Еще пытаются войти сюда, то есть их не успели пропустить И мы откладываем матч на 15 минут, чтобы все зрители, которые на улице, которые купили билеты и заходят, они успели зайти Сейчас открыли какие-то служебные входы Там все очень плохо и медленно Ну там медленно, да, все это работает, но будем надеяться, что ребята справятся И те, кто пропускают, и те, кто заходят, будут оперативными и через 15 минут мастер-танем Сейчас где-то человека 3-4 там с первой команды пустили, остальные молодежка играет Вот молодежь, молодежь, сейчас там ветераны, я так понимаю Ветераны, это мы, Иван Иванович Видимо, они это, потому что они посмотрели на результат Динамо Там Динамо говорит, нам надо обязательно выигрывать, давай это Они хотели там девчонок, там еще там, он говорит, не, 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 надо Телегу, в телегу выкладываем все фотки, брат, отписывайся скорей Это хороший бай, да? Милток, как это? А у кого ты его списывал, скажи лучше Егор, он отца вообще гель Давай представим, мы типа тебе продали Реалу Так И вот она Презентация? Пришел народ на презентацию Типичная презентация у любого футбольного клуба Со всей ответственностью, со самоотдачей, с желанием помогать друг другу В каждом эпизоде дорабатывать за друг друга, за каждого Мы все одна команда, что кто выходит сначала, кто находится за полем И потом выходит и помогает Мы все друг другу передаем положительные эмоции Желаю вам хорошей игры И в нашей очереди 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 Анимации, как все те, блядь, такие унылые у себя, блядь Матч последний в этой поездке, ну силы жалеть некуда, надо все вытащить, оставить, тем более люди пришли в первую очередь не футбик посмотреть, реально, а вот на каждого из вас. Подумайте просто, что реально здесь несколько тысяч человек кайфуют от вашей личности в первую очередь, и мы не можем подвести их спустя рукава, ну просто все вытащим, давай, побьемся, чтобы глазки горели, блядь, неважно какой счет, блядь, что будет, просто кайфанем, мужики, давайте. Мы же Амкал! А мы нет! Мы Амкал! А мы нет! А мы нет! А мы нет! Ну что ж, сегодня мы победим. Других вариантов мы не рассматриваем. Мы с Феликсом забьем не один мяч, выбежем на поле, порадуемся, и обязательно сегодня будет классная, яркая игра. Звучит стартовый свисток, и мы начинаем наш обзор против команды FK Новосибирск. Ребята вышли в смешанном составе, были игроки-молодежки, были ветераны клуба, и, насколько я в курсе, на поле даже появлялись работники клуба, то есть там предсташей и прочие профессии. Первая атака осталась за хозяевами. Мы видим длинную передачу, которая доходит до нападающего, и 20-й номер пробивает выше ворот. Сильный выше ворот, настолько, что с Аней Моменко даже не пришлось вступать в игру. С таким ударом и можно играть. Хочу сказать, что настрой уже хороший. А я видел, да. Убивно, да? То есть непонятно, насколько сил хватит с вами. Конечно, глазам и ногам, но вот борьба, блядь, бои не было. Олег Дрожук, передача на Васю Маврина. Олег Дрожук запомнился всем на позиции центрального защитника. Действительно, эта смена позиций дала ему фактически новую жизнь в проекте. Ну, а длинная передача до Леши Гасилина не дошла из-за того, что арбитр поднял руку вверх. Это означает, что было положение вне игры. Левшук выигрывает верховую борьбу. Вася Маврин пускается в дриблинг. В этот день он был действительно очень активный. Передача в центр. Защитник на перехвате. Ну, какой шустрый. Действительно, для блогерского футбола это маленький Месси. Бля, Васюнечка, 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 бля. Сейчас хорошую можно было вытянешь. Хотите в Макси? Хочу. Сейчас. Да. А ты смотришь, порно какое-то? Тоже, что там на ее головы. Я иду его, смотри. Мы с ним жиром, но я уже соскучился. Супска, она опять. Вася, ну просто посмотрите, как ловко он умудряется работать корпусом. И несмотря на то, что передача не дошла до Антона Кленова, все равно трибуны взрываются от восторга. Олег Дрожжу. Да, это штрафное, штрафное. Не, ну Олег, Олег, одну фразу! Думал не покляти. Новосибирск город, Новосибирск, Камкал, Россия. Телефон есть, ты датчик откуда? Я из России. Я отблевши. Раз, бля, бать Васю в порядке, конечно. Снова Вася Маврин на этот раз уже на чужой половине поля. Зарабатывает он штрафной. Желтую даже можно дать. Ты че, суп? Обсуждает, обсуждает Прокоп с Левшуком, что будет делать. И в итоге подача от Прокопа, до которой добирается вратарь. Вася на подборе одного, второго и снова получает по ногам. Вася сбивается. Рэп, это красная! Просто вдруг получится. Сейчас будем праздновать. Сейчас гасилим башкой. Сеня Левшук делает мягкий заброс, точно в руки галкиперу хозяев. Похоже. Желтую! 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 А вот, ну что, наконец-то я не буду называть Васю Маврину с мячом, потому что в атаке в Каново-Сибирск ребята играют размашисто через правый фланг. Будет подача в штрафную, на дальнюю, но там никого совершенно. не находится. Хотя мяч остается у ФК Новосибирск. Будет позиционная атака. Клен выбивает мяч на угловой, не дает себя обвести. Навки работают? Пока нет. Левшук два раза на бортове. Два стандарта. Подача углового на ближнюю штангу. Севскана с ней справляется. И на подборе Вася Маврин убегает. Убегает от своего оппонента. Посмотрите, насколько он быстрый. И разворачивает мяч назад. Снова получает по ногам. Вроде бы прошло буквально всего ничего после старта свистка. А мы с вами уже несколько раз наблюдаем, как достается Вася Маврину по ногам. Ну, Рэф, ну тут желтую пора давать. Третий холл. Пятый холл на Вася. Пятый. Сейчас в следующий финансе. Винку стоит. Да, да, да. Следующий пятый. Постоянно он оказывается на поле. Но карточки до сих пор нет. Прокоп. Прокоп. Красиво. Под дриблинг. Дриблинг сумасшедший. И бьется до конца. Возможно, вы удивляетесь, что у него на спине восьмой номер. И спутаете его со мной. Но нет. Это действительно Мишка Прокоп, который просто забыл свою кофту в отеле. Не угадал он с выбором одежды. Хотя писал я об этом в чате, что мы будем играть именно в черных футболках. Но так или иначе пришлось мне отдать свою футболку. Особенно учитывая, что не так сильно я успел восстановиться. Даже матч в Красноярске хоть и прошел буквально 10-15 минут для меня. То есть здесь я тоже не планировал сильно больше сыграть. Подача в штрафную в это время была. И мы видим, что момент опасный. Несмотря на то, что очень высоко пробил нападающий хозяев. Можно было закончить дело опасным моментом. А вот здесь врезаются в Стаса. Блять, что это? В смысле? Рэв, ты сумасшедший! Пиздец, блять. Летят нахуй с трех ног. Но нахуя лететь-то было? Давайте разбираться. Честно, со стороны казалось, что Стас здесь сильно нахуй. Нарушил. И хорошо, что мяч остался у игроков ФК Новосибирска. Ну, конечно, обработка ужаснейшая. Фил, я пизжу. За что? Потому что он тут сидит. Фил, ты готов играть? Пиздец? Да. К сожалению. Стой порядок, это отстой. Круши ломай, тряси башкою пустой. Да ты разлей и зловую открывай. Давай, давай. Я за безопасный секс, я использую резинки. Удивительно. У Феде есть поразительный трейд на то, чтобы нести хуйню, но делать это настолько артистично. Кому шарф подарить? Говори. Видел резинку, которая? Вот я пользуюсь вот такой вот. Вот у меня вот такая вот резинка. А еще подписчики подарили резинку для Сани Моменко. Вот такая. Для маленьких ножек и ручек. Давай! Несмертельное было столкновение, хотя визуально казалось, что было очень больно. Маврин подключает Лешу Гасилина один в один. Один в один ищет момент для удара, попадает в дальнюю ногу. На подборе Маврин вездесущий. Действительно, не просто так у него на спине номер 007. Он как тайный агент Прокоп. Это то ли удар, то ли подача. Гол! Блин! А он же может такие закручивать. Давайте смотреть повтор, разбираясь, что здесь можно было придумать и как можно было выжать более интересный момент. Но вроде до удара дело довели, даже подбор забрали. И вот сейчас непонятно, это все-таки удар или подача. Давайте смотреть. Наверное, все-таки удар в дальнюю был. Короче, идея в том, чтобы сейчас выходит вторым Федя, а мне в итоге не выходить, но при этом сказать Федосу, что он не будет уходить. Как в Казахстане, когда Федя предложил разделить время пополам, но Саня сказал, что это не мои проблемы. Короче, если Саня секрет полчаса, а я час. Это охуенно. Я считаю, что у Саня тогда вообще пердак разорвел. Сильвы! 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 20-я минута подходит к концу. И очень, очень сильный обрез, после которого Леха Гасилин устремляется к чужим воротам с левого фланга. Опять, опять он выходит на этого же самого защитника, раскачивает под левую ногу. Прострел не удается. Давай, гас! Гас, Саня, хорош! Леша! Давай, в дальний угол. Сам. Куда там? Леша! Влёк! Ну ведь я-то знаю, что он может. И вы знаете, что он может. И вот чуть-чуть не хватило. Вот можно было сейчас раз-раз и пробить. Раз-раз или отдать. Два моментика хороших. Хорошо, Леша вывлился. Майк Крапивников, который вновь на перехвате играет супер-классно. И видим, видим, как опять он попадает в дальнюю ногу. Ну вот прям один в один момент, как у Леши Гасилина. И доборолся, доборолся. Все-таки выцарапал мяч Майк. Попытка Маврина пробить издалека. Выше девятки. Сколько можно они попадают в эту дальнюю ногу восьмому номеру просто раз за разом. Он на одном, не хотел сказать, финте, но я не знаю, как на одном движении просто угадывает, куда отправится мяч. Ой-ой-ой! Басов до хуя мне дали. Десять подач сделал, всех в голову. Играем в футбол. Ваня, Ваня, влезь! Что играть, если тут сиди, какая нахуй разница? Как будто Амкалу не хватает немножко креативности сейчас в атаке. То есть слишком прямолинейно подача или просто удар в касание. Вот еще одна подача от Вани Млечного, насколько я понимаю, Сеня Левшук доборолся. Забирает мяч. Хорошо на замахах. Еще замах. Еще замах. Ай! Ну и переигрался, переигрался. Пришлось нарушать правила, срывать атаку и зарабатывать желтую карточку. А подача Млечного-то была хорошая. Правда, конечно, на не самого высокого майка. Однако можно было попытаться что-то из этого придумать. Просто посмотрите, как красиво выглядят забитые битком трибуны. Я напомню, что в Новосибирске был sold out. И все билеты, которые только возможно было купить, заблаговременно разобрали. Несмотря на то, что там вот видно, вдали какие-то свободные места есть, это только потому, что хозяева не смогли очень оперативно организовать вход. И ребята даже после стартового свистка входили. Нам пришлось даже игру откладывать на 15 минут. Прокоп с Левшуком не разобрались в этом эпизоде. Естественно, недовольны друг другом. Но Прокоп суперактивный. Очень-очень заряженный на эту игру тоже вышел. И случается столкновение. Да, Прокоп нарушил. Нарушение есть. Но зачем-то игрок-хозяев пошел на Прокопа. И быстро вроде всех разняли. И сейчас судья вынесет какое-то решение. Это горчичник Прокопу. Но давайте посмотрим повторы и разберемся. А, еще и горчичник игрок-хозяев тоже получает за то, что пошел. Так, вроде Прокоп был с мячом. Да, действительно, нарушил, пойдя до конца. Но не стоит. Не стоит это того, чтобы какие-то там драки устраивать или еще что-то. Хороший момент был. Стас Сычев в этом эпизоде действительно ловко разобрался. У нас побольше в моменте. Но вся игра в основном в центре поля. Конечно, такая делается. Лысые вперед! Лысые вперед! Лысые вперед! Лысые вперед! Лысые вперед! Лысые вперед! Тебя на стол выздоровел! Сказал, лишь бы ты не сыграл! Лучше всего было первым выходить, походу, блядь. Ни одного удара не было. Один! Да ничего не случилось, выздоровел Федя, блядь, резко. Пиздец, блядь. С утра еще не играл, сейчас, блядь, выздоровел. Никогда еще не желал Федоса, блядь. А что он должен быть? На трапе быть сам? Ски бесит меня. Что, на трапе быть? Я злюсь, блядь, реально. На похуй вообще. Ну что, сейчас Поки съездим. У тебя работа там все равно где-то сегодня. Блядь, вы понимаете, что будет? Блядь, я что-то в ахуе с него, если честно. Блядь, он злится от того, что ушел с поля. Блядь, это пиздец. Вы же тут, блядь, шоу-команда, типа. Для того, чтобы, ну тут не по соревновательному принципу. Никто из селекционных отделов не смотрит Амкал, блядь. Ну реально, хорош, бля, в это время. Вася Маврин разгоняет атаку Амкала. Находит Прокопа. В полупозиционную мы переходим атаку. Вроде не получается пас. Или все-таки дойдет он, заработав угловой. Сипска на подача на ближнюю. Борется Гасилин с вратарем. Но, к сожалению, попадает только по нему, а не по мячу. Подбор за футболистами Новосибирска. Тащат мяч. Наверное, будет отдавать направо. Но здесь опять Прокоп. Хочется отметить центр поля на то, как надежно и классно они играют. Вот Сипска на тоже неплохо разгоняет атаки. Сохранил мяч в подкате Вася Маврин. Ищет, 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 как подойти к воротам. Ну просто посмотрите, какое количество нарушений на Васе. Но вот здесь конкретно, вроде как, арбитр сказал, что именно Маврин нарушал, потому что зажал мяч. Посмотрите, собирает вокруг себя одного, двоих, трех. Ну цеплял, цеплял же. На повторе видно, что цепанул. Раз, мяч убрал и по ноге получил. Можно было назначать здесь штрафный удар в пользу Амкала. Но, к сожалению, арбитр этого не заметил. Мелкие решения эти, то есть ни на что они не влияют, по сути, на игру. Ну странно. Что, Вася сегодня сгорит? Учитывая, сколько ему по ногам бьют. Вася сегодня сгорит. То есть там уже немного полыхает. Перейдем к следующему эпизоду. Тридцать четвертая минута. По-прежнему счет 0-0. Никаких голов у нас нет. Даже, я не знаю, там софсайда незащитных. Вот прямо от слова совсем. Да и моментов, честно сказать, не так много, чтобы назвать их прям суперопасными. В воротах, кстати, появился лысый Фидос. По характерной прическе мы быстренько разглядели это. Ну и опять же, по росту. Юй-юй, Олеж, нормально. Просто выносим. Очень хочу выбежать на поле. Очень хочу, чтобы мы забили. Блестящий Федор разыгрывает мяч с ближними. И это может закончиться плачевно. Потому что заканчивается все это привозом и ударом в Олега Дрожука. Хорошо принял на себя этот мяч наш центральный защитник. Чужой новый аниматор. Он будет тут приезжать просто к трибуне качать. У него хорошо получается. Смотри, у нас не потеряй его и не сломай! Еще одна попытка выйти из обороны в атаку. Гасилин зацепился за мяч под Васю Маврина. Ну как же его много сегодня. Действительно, один из самых ярких лидеров сегодня на поле. И не перестану я удивляться. Млечный классно обыграл защитника. Контратака наша. В одного больше же даже нас было. Как так не сложилось. Казалось, что можно просто в стиле команд регби разыграть большинство. Выведя на ударную позицию кому-нибудь из лишних открывающихся игроков. Но, к сожалению, мяч Майка Крапивникова так и не дошел. Ну вот с ними, с ними прям очень приятно сейчас только игроки. Ну да, но от этого обидела. Да, могло ничего лучше. Шири, 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 шири! Ну, у Лешки хорошая была. Да, они тебе помогли. Реаниматологов для Стаса в перерыв вызвали. Женщины, которые умеют только быстро дочить. И надо на поле обратно. tú знаешь, Стаса перерыли ручку, вот тогда, в артерию надо чтобы дышать враче. hadw Можно одну филучелочку? Пожалуйста, парапа, на одну. Готовы? Давай, давай, давай! Давай-давай, наминирую себя его. Давай-давай, давай! Видно, да, что игра развивается качелями. И вот эти любые отборы в середине поля сразу приводят к каким-то более-менее острым атакам и острым моментам. Пять в центре поля достается Васе. Но я напомню, что пока что за нарушение на Васе нет ни одной желтой карточки. Ни одной. Вася просто обокрал и, блин, чуть-чуть. Пока что только мы помним, что есть желтая на Прокопе, которая сейчас не поняла друг другу. На этот раз с Ваней Млечным. И Ваня извиняется, говорит о том, что все-таки готов он был туда бежать. Пускай она ошибается, ошибается. Не получилось довести мяч до Левшука. И может получиться опасная атака, прострел. Сеня Левшук в подкате. Очень опасный момент. Справляется Фидос. Что опять тащит Фидос? Сеня! Умничка! Не дать, не дать, не дать! Выноси Федя! Федя-легенда! Федя-легенда! Тебе видел эту реакцию просто? Все радуются этот человек. Конечно. Хорош! Федя, ты самый лучший вратарь Амкала! Это за ворота. Я как сейчас считал за ворота. Федя, блядь! Он ебалом опять отбил, блядь! Он опять, по-моему, ебалом отбил. Он, да, он руки пробил, и в руки, а, блядь, в крючок. Блядь, я очень люблю, я очень люблю. Я не знаю, блядь, он волшебный, да. Что делает этот невероятно фартовый вратарь? Знаете, я уже не знаю, называть это фартом или какой-то удачей, но есть ощущение со стороны, как будто бы он вновь сделал сейв головой. Не знаю, посмотрев тысячу повторов, мне кажется, что надо сказать, что это не фарт или удача, а действительно просто класс. Надо уже понять, что люди ходят на трибуны, чтобы увидеть вживую сейва Федоса головой. Блядь, слетел. Момент. Быстрый розыгрыш Васина Прокопа, и Мишка пробовал пробить издалека, с левой ноги, умеет он бить с двух ног, сильный плотный удар, но в створ, к сожалению, не попал. Ты серьезно? Ну, мне зачем, конечно, я облитерация его, блядь. По-моему, не рад. Федя, мой друг, почему я уже не рад? Не рад, мы с видем. Тебя сейчас осуждают зрители наши. К твоему настроению. Окей. Вот пусть в комментариях напишут. Нормально ли это поступок? Миша Прокоп один в один на фланге. Дает возможность прибежать, помочь ему нашим игрокам. Скидка на Майка Крапивникова. Ну, что будет удар? Неудачно немножко он обработал. В итоге подача, которую не прочитал ни Млечный, ни Гасилин. Хорошо, и можно пробить отсюда. Блядь. 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 Сипска на. С Васим Маврином отыгрывается через центр. И тот готов лезть на Рожона, обыгрывая всех. Ой-ой-ой. Ну вот здесь хотя бы желтую карточку можно дать за такой эпизод. Весток был. Ну, вот за такое точно надо давать. Но это специальный удар же по ногам. Да, все вы прекрасно знаете, чем закончился матч в Новосибирске. И мы видим, что уже с самого начала Вася был не очень прост. И как будто бы этот город не готов был принимать Маврина. И сразу же начал его зачем-то бить. Но пока, по крайней мере, по ногам. Очередная подача. Неплохо разыграли на левом фланге. Прокоп оставлял Арсению. И тот попал в защитник. Давай, ебни сам. Блин, забейте вы уже. Бля, просдевалочку подокинуть. Просдевалочку просто. Давай, Стасик. Угловой отсып сканы в середину в Раптарской. Какой момент упускает Стас Сычев. Ура! Банай, кстати. Банай, я не хуй начал. Как же нужно, то ебаный гол, блядь. Ну, блядь. Почему уже бы не попадает? Причем, прям вот это за секунду. Давай, Стасик. Блядь. Очень хорошо. И здесь нету вот этого рассинхронного звука. Да. Я действительно верил в него. Просто посмотрите. Практически в упор бил. Буквально 2-3 метра до ворот. Попади сейчас в створ. И это 100% был бы гол. Вратарь никак не успевал бы среагировать. Вот длинный вынос. И мы слышим свисток, который говорит о том, что первый тайм подошел к концу. И мы отправляемся в раздевалку. Ну что, идем в раздевалочку. У нас есть еще второй тайм. Как и у Новосибирска. Игрушка пока что очень хорошая. Очень напряженная. И это значит, что будет интересно. Ну что, Иваныч сказал, что я сейчас выхожу со второго тайма. Уже побольше времени, чем в Енисеи есть. Греш, задача обладающим. Десять раз подали. Говорят, вот так, блядь. Я туда не даду. Одна одиннадцать, два, даду. По второму движению не стесняю. Я его стараюсь как раз подцеплять. Я всех зацепляю за ручку так немножко. Я даже могу. Ты затянул. Я думал, ты ждешь, чтобы я в центр забегал. Бля, как вы с Лехой, когда разбежались, охуенно, перехватили, и вы перебирались. Бля, ну конечно, пиздец, карточки не одной, блядь. Сколько на восемь лет. Там пенальти не поставили. Здесь такое, блядь, что у нас. Игра, в принципе, дается. Дается, играйте моментами неплохо. Но единственное, ну где-то на пол такта передерживаем. Передерживаем. Чуть вот передачу. Не в три касания, а в два сыграть. Чуть побыстрее. Еще раз говорю, в обороне то же самое. Мяч быстрее, Олеш. Ты начинаешь ждать-ждать, бас, там Стас чуть не отправил, вслед за баррой туда. Надо вытащить, игра, игра, еще раз говорю, дается игра. Надо просто забить гол. Один момент, но и то сами себе привезли его. Сами себе привезли. Забить один, и все сразу пойдет. Все, встанет на свои места. Поэтому подружнее, повеселее. Сейчас, значит, вместо Миши Герман, вместо Майка Форза, вместо Васи Маврина Бизнекс, Леша Гасилина Витя Блатов. И давайте повеселее забрать одну игру. Второй тайм начинается с фирменного стояния мной на мяче, потому что эта фишка, ну уж очень сильно залетела в Енисей. И много было комментариев после игры в Красноярске. Захотелось именно так начать игру и в Новосибирске. И опять же, если в комментариях вам это понравится, то почему нет, давайте сделаем это нашей обычной фишкой. Давайте смотреть дальше за игрой. Первая атака второго тайма осталась за хозяевами, с которой справился удачно Никита Финита. Позиционную атаку вылетает и Финита. Вновь с мячом очень красиво проходит. Еще и между ног отдает передачу на Бизекса. Чем ответит Ваня? Он переводит мяч на Левшука. Уже теперь мы в позиционной атаке. Подача никто на нее не откликнулся. Хотя видно, как Никита Финита бегал туда на дальнюю штангу и очень ждал эту передачу. Хорош Фин! Фин, хоренеть. Видал, что делает. Просто между отдал. Вырвал и между. Фин хороший. Фин да, кстати. Сильно прибавил. Очень пиво, пиво, пиво. На первые минуты яркий был Никитоз. Вот опять приходится сражаться один в один. На этот раз, правда, дорба проиграна, но тем не менее, удар. Давай, 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 пацаны, бать, давай! Футболисты в Канево-Сибирск открывают счет. 49-я минута, казалось бы, ничего не предвещало такого расклада, но вот так ловко нападающий получил мяч и разобрался с защитником. Тут эпизод не сильно попал на камеры, но тем не менее, мне важно уточнить, что именно с моей потерей началась... Вот я поднимаю руку, извиняюсь, несмотря на то, что атака была более позиционная, но... Как в этом Красноярске на первых минутах пропустили, но там, правда, знаешь, немножко другого плана была игра. Витя Блатов отдает на Форзяра. Форза, передача не проходит. Как же, да, хотелось, чтобы здесь закончилось дело ударом. Неплохо, неплохо было бы. Ну, делайте сильный прострел вдоль ворота, ну, сильно. Это угловой, который подаю я, а поворотом бьет Виктор Блатов. К сожалению, мимо хотелось, чтобы не макушкой, а все-таки лбом дотянулся он до мяча. Да, ты же сам сказал, что начало нельзя Блатова. Феня, не расстраивайся. Фенечка. Вышел, один вытащил, один не вытащил. И побежал. Вперед, Анкал! Вперед, Анкал! Вперед, Анкал! Вперед, Анкал! Чем ответит Новосибирск? Это тоже, знаете, чем ответит громко сказано. Учитывая, что мы уже проигрываем, корпус ставит Фенита нападающему и вытесняет. Не дает ничего добраться до нападающего. Поэтому первый на нем оказался Феня. Снова Фенек выжимает, выжимает, высоко атакует. К сожалению, не удается ему забрать мяч из 14-го номера. И в итоге появляется контратака. Смотрите, как Форза бьется на место Никиты Фенита. Закрывает позицию. Идет прострел. Форзяр на бой ставит. Фенита. Просто какой-то расстрел невероятный. Я не знаю, как это сильно прям можно прокомментировать. Но! Но! Хочется отметить, что здесь в борьбе с Фенита 14-й номер дотронулся мяча рукой. И по-хорошему абсолютно вся наша команда изначально встала, ожидая, что будет честно заработанный штрафный удар. Ой! Руки! Просто, ёбки. Ты видал, рукой принял опять? И все, смотри. И сейчас не дай Бог, что будет. Нет, 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 ёбки. О, не боже! Алло! Ты можешь показать руку, мяч попадает? Давайте сразу назначим эту, блядь, точку, да и все, блядь. Сипска, она в подкате. Сенешка Левшук подключается к атаке. Ищет, ищет кому отдать передачу. Он находит Витю Блатова, которая отваливается на левом фланге от своего оппонента. Скидка на Левшука! А, и Сеня пытался оставить кого-то под удар. Было красиво, если бы кто-то успел открыться под Левшука, но, к сожалению, не в этот раз. Витюша, давай, Витюша, давай, еще и форзу пора сбивай. Я это хорошо отдавал-то. Кому тут пропускал, непонятно. Ну, 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 ну! Я это блядно, ну! А, никого нету, блядь. А, никого нету, да, конечно. Хороший. Давай, если последний десьму, когда будет, если мы не будем отыгрываться, так же нахуй. А, это, 12-го выпустим на поле, все. Да не, не, мы там... Хочу, что-нибудь сейчас выйдем, подожди, отыграемся, не торопись. Сами, да. Пас Рабоны от Сипсканы. Красотища. Это то, ради чего приходят зрители. Длинный пас от Млечного. Тоже мог найти адресаты в виде Блатова, но вратарь сыграл на опережение. Финнито врезался в защитника и даже немножко удивлен, что судья не назначил никакого штрафного. Суперский пас на Форзяра. Форза... Форзярич! Бля... Форза, Ришка, ты не втюгас, сразу. Какие бы судейские? Ну, в принципе, нормально все, нет особых нареканий. Не знаю, можно было бы предъявить, но такого ничего нет. Сейчас рука была, но, по-моему, там по новым правилам мяч скачал от ноги. Вот, поэтому все норм. Сейчас мы забьем, смотри. Это Сычев, один в один против десятого номера. И он обороняется, смотрите, как десятку хорошо убегает. В итоге мяч оказывается на правом фланге. Удар! Мяч в штангу попадает. Интересная игра будет. Интересная. Передача на левый фланг. Мы видим, что уже пошли какие-то провалы, прорезы. И Фидосик красавчик собирает мяч в руке. Фидосик, Фидосик! Хорош! Да, сад, 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 сад. Что, готов уйтищ? Да, брат, у меня колено все равно. Что это? Мне страшно. МРТ делал? Я не знаю, она перенагружается. А тут еще поле такое. Что ты выдержал? Стас Сычев получает свой горчичник за нарушение правил. Слишком агрессивно он сыграл, считает судья. И Олег Дрожук подсказывает арбитру, что сколько били в первом тайме Васю Магрин. Вот просто, пожалуйста, скажите, почему там ни одной желтой, а здесь за первый более-менее агрессивный отбор арбитр сразу награждает горчичником нашего защитника. Чисто в руки попадаешь! Хочется что-то позитивное сказать, но ничего позитивного нет. Ворочек я его вошел. Опять более, опять, блядь, на каждой... Здесь поле мягкое и нога сразу как-то промялась один раз. Сейчас есть пару положений, стопы, когда ты поворачиваешься и... Больше силен, блядь, блядь. Но это ни в коем случае не оправдание, потому что, блядь, как раз с него же, там, по-моему, мяч так и не прихватили, там, позиционка началась, блядь, на ровном месте ошибся, просто не увидел, типа, и пизда, блядь, и гордость, сука. Везет, я просто охуеваю. Я просто там стоял, блядь. Так ты понимаешь, в чем прикол? Какие-нибудь эти, типа, супермодные вратари, они же прыгают, гадают, садятся, а ты просто вот так, просто не успел, блядь. Не успел, блядь. Ху! Ху! Никто не поймет, значит. Оказывается, судья осудил матч Наполи-Барселоны. Да ладно. Здесь. Здесь что? Не, у меня их седьмой номер сказал, что он судил Наполи-Барселоны, этот судья. Если только по Тифе. Я не знаю, блядь, как. Олег дрожил. Решил, что самостоятельно тогда пойдет в атаку, раз не хочет его слушать арбитр. И вот Вася Маврин появился на поле, кстати, вместо меня. И, ну, естественно. Что? Что происходит с Маврином? Конечно же, сразу же его сбивает. Ну, наконец-то за это дают желтую карточку. Ну, сколько, сколько можно получать? Не, я не знаю. Мне кажется, что ноги точно синего цвета все должны быть у Маврином после этой игры. Потому что, как в этот раз, он никогда столько не получал по своим конечностям. Гас Гольдер, именно так на спине написано у Леши Гасилина, отобрал мяч. И в итоге превратится все это, да, в позиционное атакуам кала. Да, все верно. Справа Блатов, Маврин. Хочет, хочет найти момент, чтобы зайти в штрафную. Оказывается, в этой штрафной. И что? Арбитр говорит, что нарушал Вася. А как же так, если он был с мячом? Чего? Он упал на него, блядь! Он на него упал! У него баллончик есть, а раций нету, блядь. Давайте еще раз посмотрим повтор. У Леши сначала не получилось зацепиться, но очень шустро он вступил в отбор и отнял. И вот, да, конец эпизода, где Маврин был с мячом, разворачивался и просто по инерции улетел в защитника. Блядь, как могли в контур выйти, если бы я пас тот отдал, блядь. Путно? Да, 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 блядь. Ну, сил уже подсел. Блядь, комфин лучше. Движения нет у него. Он не понимает игру. Он не может, блядь. Что, менять его? Не, не, Иваныч, я на себя не берусь ответственностью. Заброс на фланг. Клен. Клен оказался на позиции правого защитника. Именно сюда он вышел помогать нашей команде. И Сенечка Левшук разряжает обстановку, выбивая мяч и штрафной. Стасик, 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 блядь. Нож как на ножках, блядь. Блядь, наелся я что-то, конечно, чуть-чуть. Боль здоровый вообще. Что, в обеде? А? На обеде? На обеде вообще, не, за завтраки. На завтраке вообще сытно. На обеде я бульон куриный поелся вообще. Можем же, можем же, блядь, давайте. Бля, ну опять мы на голову играли. Очень обидно, блядь. Да их пропустили хуйню сами себе, блядь. Агент 007 с мячом. Забросик, который дойдет до Леши, ну, как минимум, мяч будет вынесен в аут. Или не будет, он все еще в игре. Борьба, борьба в центре поля. Много-много верховых пасов. И, опять же, мы видим, что разрыв между зонами какой-то невероятный в конце встречи. Удар выше ворот сильно. Клёнчик, добегай, Клёнчик, спина. Хорошо. Если что, то пиздец сгорел. Да, я сгорел на Геру, когда надо. Он мне подсунул, а я, блядь, принять не могу. Твоя инвалида, нахуй. Надо, наверное, в связи. Потихонечко тают минуты. Мы понимаем, что или сейчас, или никогда нужно находить тот самый опасный момент. И, если уж не гол, то как минимум наиграть на какую-то голевую ситуацию в чужих ворота обязательно. Смотрите, как Сеня доборолся. Заработал этот угловой буквально кровью и потом. Недоволен защитник. Выбивает мяч в трибуны зачем-то. Ну, здесь хоть желтый будет. Да. Вот здесь арбитр совершенно прав. Ой-ой-ой-ой. Есть еще один спорный момент. Ну, блядь, через себя вы сейчас. Подача в штрафную. Бизекс подсекает над собой и не дают пробить Гасилину. Его то ли дергают спину, то ли держат, не давая сложиться на удар через себя. Но давайте мы посмотрим на этот эпизод с разных сторон. И, конечно, хочется отметить, что рука была на спине, которая тянула вниз и не давала Гасилину правильно пробить по воротам. Пишите в комментариях, как думаете, был ли пенальти или нет. Ну, а мы смотрим новый штрафной. Вася доберется до мяча. Да. А, здесь нарушение правил от Сени Левшука. Ну, ладно. Мы видим споры, споры, споры. И зачем-то, зачем-то снова стычки. И почему-то футбольного клуба Новосибирск очень не нравилась активность Васи Магрена. То есть в любом непонятной ситуации хотелось как-то его тронуть. Я не знаю, если уж не нарушая правила ногами, то хотя бы руками как-то подтолкнул. Опять в спину вкинул какие-то фразы в Васю Магрена. Зачем непонятно. И, опять же, за эти фразы почему-то горчичника не нашлось в кармане. Что? Что? Что-то, что за вена даже нет. Он свистнул, я все, я пошел. Вот на споле, я не сполею, на споле. Две руки не поставить, блядь. Там шесть раз подряд валят на Васи. И типа, ну, за сумму нарушений не идет карточка. Типа, Кабанде, я не знаю. Понимаешь, в чем дело? Причем, кстати, он на них орет. Типа, там что-то ему один из-за возникал. Он такой, блядь. Ты поговоришь, блядь, со мной. Понимаешь, в чем дело? Что, по совокупности, дает карточки одному. Там же разные все поедуты. Но просто не надо удивляться, что, как градус, знаешь, типа, в первом же тайме, когда-то поднялся. Лен шикарно прервал передачу. Прокоп, длиннющий заброс туда, на дальнюю, на Витю Блатова. Помогает Леша Гасимин. Отличная игра в стенку, великолепно. Витя Блатов. Витя Блатов. Удар и вратарь на добивание. Леша Гасимин сравнивает счет. Ахуеву, блядь. Да. Хороший гас. Красавчик. Бля, Гас красава. Вперед, гас. Вперед, гас. Вперед, гас. Вперед, гас. Вперед, гас. А ведь момент начался с шикарного перехвата Клена и просто фантастической передачи Прокопа. Ну, суперклассно за спину защитника. Ну, и, конечно же, два мастера в атаке. Это два форварда. Ну, идеально разобрались. Идеально, конечно. Видите, зажал удар, а вспырает, словно мини-футболик. Но Леша подправил мяч в сетку ворот. И это ничья. Немножко домашнее судейство. Мы уже с вами прекрасно поняли, что здесь надо желтую давать. Из-за этого, ну, сколько можно срывать атаки. Ну, посмотрите. Ну, какой раз по счету только говорю я вам, что Вась убьют по ногам. Или толкают, или срывают атаки. Я прекрасно понимаю, почему он сейчас выходит из себя. И, судя по всему, если бы не было такой реакции, то желтый бы опять не поставил. Должно позаводить трибуны. Вот здесь мы сейчас точно пригодимся. Потому что ребятам на поле очень надо поделать. Сноу-коменс, блядь. Эти поля просто пипец. Непрогредным выходить супер жестко. Ну, вовремя вышел. Ослабил. И ребята забили, хорошо. Да, какой Вася, пиздец. Мы просто все ноги сегодня избили. Синие будут. Атака продолжается. Взялся рот сам. Ну, попали, попали. Ну, что теперь, блядь? Цепска, да. Дальше прокопа. Опять достается Миша по ногам на этот раз. Но никто не хочет проигрывать. Много борьбы. И вот такие эпизоды, они не сто процентов допустимы. Но когда идет специальный сайф-атак или еще что-то, вот это, конечно, максимально обидно. Оп. Опять Вася с мячом. Вася пытался вывести один на один. Майка Крапивникова. И доборолся в подкате. На Клена мяч вывел. Ну, как же идеально. Как же идеально. Ну, и Клену пришлось после потери срывать атаку, уже хватая руками. А вот это провал. Вот это провал. И это передача на выход один на один. 2-1, к сожалению. Бля, нет, не так, не так. Бля. Кто-то из СЗшников немножко не разобрался. Может быть, не знаю. Судя по тому, что там кого-то не было бы. То ли Олег, то ли Стас выскочил. Наверное, Олег выскочил. И Стас, типа... Бля, только забили, только пошла. Ну, бля, типа понял? Короче, об мяча, которые пропущены, такие. Ну, идутся шары. Но, типа, из необязательного момента. Ну, мы не заслужили, ладно. Мы не заслужили поиграть, честно. Но это футбол и такое. Но еще есть 9 минут. Мы в самой концовке встречи пропускаем очень ненужный гол. Вывалился Олег Дрожук. И никто не заместил его на позиции вот этого линия центральной обороны. И совершенно один, без каких-либо помех, под воротарем пускает мяч игрок Афкана Васильевска. Да, друзья. И вот все. Здесь уже пошли обрезы, провалы. Еще один гол. Но нет, он отменен. Отменен. Третий гол отменен, потому что забить положение вне игры. И у нашей команды остается буквально 5 минут, чтобы что-то поменять на табло. Майк Рапивников возит, возит. Но в итоге все равно напарывается на защитника. Блин, ну как же, ну видно просто, что вот последние вот эти минуты у нас все физика, блядь. Ну, блядь, третья игра, коррянно, блядь, раз в два дня. Это очень. Ну, я кажется, нашел, на что мы хопаем штаны. Судя по всему, на страх Васи. На спорт, точнее, Васи. Да не, мы уже все, отпустили его. А то он тогда просто говорит, я тогда как не буду психовать, буду уходить с поля. Последние минуты, конечно, просто битва. Здесь нужно смотреть. И я думаю, что минимум нужно каких-то разговоров. Гасилин дотягивается до мяча. Левшук, мяч по-прежнему у нашей команды. Можно посмотреть повтор вот этого эпизода. Потому что Вася бегает уже самостоятельно в штрафной. Не получается нанести сильный удар. Вроде прошел одного-двоих-троих, но мяч катится предательски ровно в руки голкиперу. Хорош, Вася! Сейчас, сейчас будет. Бля, не получился. Бля, ну мы ну должны, ну должны серию пинать и надо, бля, сделать. И я все вытащу, я все вытащу. Ответ Новосибирска спасает Стас Сычев еще раз. Вот именно сейчас нужно было бы кричать толстожопый снеговик, потому что Стас буквально задницей отбивает мяч из пустых ворот. Ой-ой-ой, Стасик! Жопу отрастил хорошую! Хорош, Стас! Неизвестно, дотянулся бы Женя Спиряков. Хотя, знаете, с этого повтора кажется, как будто Женя бы все-таки дотянулся. Он вполне справился бы с этим ударом, но если отбивает с задницей Стас, то это гораздо более круче, 100%. Угловой мяч вынесен, еще один удар опасный. Ну да, вы видите, что просто как качели. Туда-обратно развивались атаки. Бля, надо, надо, надо. Одну атаку хорошую. Последние минуты в таких матчах, когда отделяет команду буквально один шут, становится максимально интересно. Я уверен, что люди получили колоссальные эмоции, находясь на трибуне. Пенальти здесь не было. Арбитр говорит, что можно играть. Ну как, я бы, это не было. Пенальти здесь не было. Бля, ну минуту, ладно, он не даст. Он не даст просто, я уверен. Типа, прям ровно в 90 сейчас свистил, и все. Давайте, давайте, есть время. Лев, поджимай, Лев. Если бы сейчас свистнули точку, конечно, это был бы гвоздь в крышку гроба, но мы продолжаем. Блад пяточкой на Лешу Гасилина. Леша на Прокопа. Ищем, ищем подход к чужим воротам. Подача ровно в руки вратарю. Блин! Бля, тень этого подачи на меня убил, блядь. Представь. Вратаря на плюс. Дай ты, блядь, под себя, чтобы человек не мучился, не совал туда ногу. И все, это же 90-я минута была. Уже просто не остается времени, даже буквально там несколько секунд, и прозвучит финальный свисток. Но арбитр добавляет, добавляет. Видим, как психует Виктор Блатов. Уже все, пошло дополнительное время. И кажется, что вот не сейчас, так буквально через мгновение будет свисток, а к воротам подобраться все не удается. Я поэтому и отбираю у него, и у Симыча подача. Они, блядь, все время в ближнюю, нахуй, машут. Трафный удар. На вес. В руки галкиперу опять. Блядь! Нельзя, ты блядь! Нельзя! Нельзя, ты блядь! Сука! Парни, 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 парни! Охудите с поля, блядь! А, вот бросает Вася, Марвин. Он же и штрафные исполняет. Уже, ну, просто всей командой надо бежать в атаку. Гасилин. Попытка на Прокопа сыграть в итоге. С мячом лишь сам остается. Прокоп. Один в один. Даже один в два, можно сказать, убегает, разбираясь с оппонентами. Прострел под себя на Лешу Гасилина. Тот будет делать скидку на Сибскану. Сибыч, Сибыч убирает, убирает мяч. И, да, это, наверное, финальная потеря, после которой точно прозвучит финальный свисток. И если бы мы были командой, которая управляет АКУ, прямо сейчас, наверное, был бы разбит геймпад об стену, потому что не удалось нам сделать последнюю атаку. Ну, и теперь, конечно же, главное не пропустить еще раз финально, получить по ногам Васе Маврину от кого-нибудь из игроков футбольного клуба Новосибирска. Нет пока, да? Нет свистка финального. Вынос. Вынос придет неточный. Ну, и, да, я думаю, что можно смотреть на арбитра и понимать, что сейчас уже все закончится. Да, звучит финальный свисток. Этот матч мы проигрываем. Невероятно обидно, потому что мы, правда, были в шаге от того, чтобы как минимум сыграть ничью. Но, так или иначе, матч закончился со счетом 2-1 в пользу ФК Новосибирска. Какая водопилка, ты сидишь. Сейчас еще девушка. Да, все силы кончаются в игре, это будет вот так, когда говорить больно. Друзья, это было очень жестко, правда, очень жестко в плане вот этого трипа из целых трех игр подряд. Динамо, Енисей и Новосибирск. Нам очень понравилось, мы надеемся, что там тоже это понравилось. Мы старались, мы ели живые. Отпустите нас домой отдохнуть. Мы чуть-чуть, недельку отдохнем и снова отправимся в следующее путешествие. А следующее путешествие у нас в Казань. Ссылка на билеты есть внизу в описании. И я очень надеюсь, что все, кто здесь были на одной ноге и не готовы, или вообще не вышли, уже к Акбарсу смогут восстановиться. Не покорилась нам Сибирь, значит, нужно будет сюда еще приехать. Возможно, летом. Ребята, на манеже его ломают и бьет, и типа надо сюда людей позвать, ребят. Да подожди, я встал, руку беру. Подожди, я на публикацию на руку. Какой публику это? После матча было все как всегда, на любых выездах. Мы побежали оперативно по стадиону, все распределились, начали фоткаться, проявлять какое-то внимание нашим зрителям. Где-то расписываешься, где-то меняешься подарками. Кому-то, не знаю, даришь что-то или просто уделяешь буквально на пару фраз внимания, чтобы все болельщики были довольны. Потому что ради болельщиков мы ездим в другие города. Я напомню, что мы все это делаем за наш счет, порой даже не окупаясь по рекламе, которая у нас выпадает. Мы это делаем для контента, и мы это делаем для удовольствия зрителей Амкала. Не, Аман, ты подошелся? Сейчас мы поднимаем. Сейчас мы поднимаем. Давай, поднимаем. Он говорит, стоит, ждет. Ну, понял. Ребята, пожалуйста, за диван. Увести их, да? Да, увидели. Я надел? Нет, не надел. Товарищ капитан, дайте сфото, дайте сфото, дайте сфото, дайте сфото. Я надел. Василий Евгеньевич, пройдемся за мной. Я сейчас за фотографию. Я говорю, пройдемся, пожалуйста, за мной. А задержан? Да. На основании. Я сейчас... Нет, окей. Я сейчас... Нет, окей. Я сейчас... Нет, окей. Нет, окей. Нет, окей. Нет, окей. Вы вообще просто, я слов нету, ну пойдемте, конечно. Время действительно подошло к концу, плюс ко всему там были проблемы в начале, то есть мы как бы закладываем обычно 15-20 минут после матча, понимаем, что нигде никто не ругается, и как бы все нормально, нам хватает там 15-20, максимум 30 минут после матча, чтобы оперативно пробежать по всем болельщикам, и постепенно мы всегда уходим. Но так сложилось, что еще хозяева не смогли оперативно впустить всех болельщиков, то есть мы матч переносили на 15 минут позже, хотя должны были начать там ровно. Ну и все, хозяева очень быстро свернулись и уехали. И далее случилась ситуация с Васей Маврином, которую вы все прекрасно знаете. Очень-очень она странная, сложная и непонятная, и, конечно же, нам важно показать все, как было. Ребята не могут полчаса постоять, чтобы сфотографировались мы с теми людьми, которые приехали для того, чтобы мы полной трибуной тут собрали, для того, чтобы эти люди болели в том числе за Сибирь. Итак, ребята, усиление стало. Динамо. Документы сюда вынесли. Нет, вы пасту, мы зачем забирали? Зачем? Я вам показываю, вы же мое удостоверение не даете. Смотрите, сколько людей. Вы сейчас пасту заберете, а как я улечу домой? Я не заберу у вас пасту. Откуда мы знаем? А если заберете, мы что-то заберем. Я не заберу у вас пасту. А если вы заберете, мы будем у вас его выяснить. Высыпьте меня. Я не заберу у вас пасту. Я вас услышал, да? У меня конкретно этот сотрудник сказал, что мы ходим, хайпуемся. Я говорю, у меня просто с одной стороны меня стюард послал. Вы думаете, мои 60 килограмм дискотт летал? Серьезно? Дискотт? Как ваши имя? Александр, давайте так. Ребят, я не подпусть. Вот Александру спасибо. А это я спускался, потому что вы меня торопили. А с другой стороны полицейские повязали. В отдел полиции поедем? Дисоставление администрационного протокола по статье 20.1. Мелкое хулиганство. А мелкое хулиганство заключается в выражении нецензурной брони в общественной миске. Вы отказываетесь? Не отказываетесь. Я не отказываюсь. Пройдемте. Руки. Короче, смотри. Он сказал, не отказывается. Я же не могу стоять вечно ждать. Вы меня толкаете? Он же сказал, не отказывается. Уважаемый, пройдемте. Он же сказал, не отказывается. На ноги наступай. Куда? Выйдите! Руки уберите! Голый пойти должен! Он босиком пойдет или что? Пройдите сюда! Куда вы меня толкаете? Вам времени 2 минуты выполнить. Мои законные требования. Одеться и проехать со мной. Есть такой регламент? Да вы что ломаете? Я иду! Я иду, блядь! Я иду с вами, вы что делаете? Руки за спину! Руки за спину! Руки за спину! Да подожди, я встану, руку уберу, подождите! Вы где я на публику играете? Какую публику-то, блядь? Выполнить требования, вас отпустили, сейчас навряд ли. Ай, рука затекла, ну, блядь, послать! Руку, руку! Я же вижу вас! Как вы не видели? Вы выполните элементарные требования, и вас отпуснили! Руку больно! Да подожди, ай-ай-ай-ай-ай! Я пришел за вас заступаться и решить проблему, а как вы себя вели? Как? Как я себя ввел? Я сказал, что пойду, я спросил, какое отделение? Какое отделение мы едем, приняли ответы? Да что здесь отделение? В смысле, а где мне потом искать? Сторону на 5 метров в сторону от машины! От машины в сторону на 5 метров, в последний раз предупреждаю! Когда вся эта история началась, я пытался связаться с пресс-сташе Новосибирска, писал ребятам о том, что подскажите, может быть, есть кто знакомый или еще что-то, чтобы понять вообще, куда пытаются увезти Васю, куда его повезли, чтобы нам оперативно добраться в это отделение и уже решать с полицейскими весь этот вопрос. Но мне написали, что это не в нашей компетенции. Типа, sorry, мы такие, ну, ну, номинально как бы, ну, окей. В итоге я нашел через своих там каких-то знакомых и связей, там где-то Вася сам смог написать, мы нашли, где он, привезли ему какую-то мелкую еду и начали вообще выяснять, в чем его обвиняют, выяснили, что его сегодня повезут в распределительную часть по административным нарушениям, что ему придется ждать понедельника, хотя вот в тот день это была суббота, ему надо ждать суда, зачем-то, почему-то, в общем, все это было фантастически непонятно. Естественно, очевидно, Вася выиграл этот суд из-за того, что суд признал, что отсутствует состав правонарушения и какого-то преступления, поэтому его освободили. Дальше уже, конечно, осталось очень неприятное послевкусие не только от ситуации, связанной с полицией, но и от ситуации, насколько холодно и, ну, скажем так, в сторону негатива больше ушел футбольный клуб Новосибирск. Вопросов по игре вообще ноль, все было классно, супер, болельщики Новосибирска просто великий, манеж тоже очень классный, но зачем-то ребята написали, что они там полностью согласны со всеми обвинениями в сторону Васи, хотя самих организаторов уже не осталось в момент на поле, то есть мы объясняли, что Вася нихренашеньки не нарушал, и типа мы в целом готовы были куда-то что-то уходить или там ехать, но при этом они подтверждали, что да, он запускал волну, да, мы там были, хотя на деле представителей ФК Новосибирск уже не осталось к этому моменту. Непонятно, зачем они написали, что они оплатили баннер, хотя я связался с ними, говорю, давайте мы оплатим баннер, они сказали, что нет, мы еще не оплатили, да, вот, пожалуйста, счет оплачивайте, я в итоге скинул эти деньги. Но пост все равно был такой, что типа подъебывающий Васю Маврину, что типа Вася обещал заплатить и как бы не заплатил, если что, ну, а как он заплатит, если его увезли в отделение полиции? Мы просто скажем вам о том, что если мы когда-нибудь поедем в Новосибирск играть еще раз, то мы просто сами займемся организацией, сами снимем манеж и сами договоримся. Дело с футбольным клубом Новосибирск другим медийным командам мы не очень советуем иметь, потому что, ну, просто по-человечески могут быть какие-то, я не знаю, либо прописывать какой-то прям райдер четкий, чтобы вас любили и бережно относились, либо имейте в виду, что он на вас будет всем похеру. Поэтому, друзья, внизу в описании вы найдете телеграм-канал Васи Маврина, если вам захочется узнать, что будет дальше, будет ли там Вася что-то там говорить или ответное выпускать или еще что-то, то, естественно, можете перейти и спросить у него, посмотреть за всей ситуацией, будет ли она развиваться дальше и как. Но факт остается фактом. Суд официально признал, что правонарушений никаких Вася Маврин не делал. Ладно. Властик тебе придет. Обязательно. Ага, завтра в Москву как улетите, привет, как давай. Не забывайте хоть сухари присылать.